После этого мы будем уже подводить наше служение к завершению. Значит, вчера была конференция в Новой Загоре для русскоговорящих церквей, где собралось, не знаю, сколько церквей, наверное, пять девочек. Рома. Сколько было девочек и Рома? А? Четыре где-то. Четыре-пять, да. Вот, были из Пловдива, из Бургаса, Варна, Новозагора и Пиржин. Есть такой, как? Есть такой Пиржин? Пермин. Пермин? Ну вот, я плохо знаю. Помню, что, да, еще оттуда были. Приехал один миссионер, один парень из Польши специально на эту конференцию, представляете? Он в интернете узнал. На эту конференцию должны были приехать пастора из Израиля, из каких-то там вообще других стран. И, представляете, из нашей церкви должно было больше людей поехать. Но в последний момент начало что-то происходить. Люди купили билеты за тысячу долларов. Они у них пропали, они не смогли приехать. Кто-то заболел. Ну, то есть, начало что-то происходить. Видно, кому-то не нравилось, что там происходило. Потому что, вот я вам хочу реально сказать, с нашей церкви был Паша, с Ромой, Аня, я, Оксана и Ева шлопак. Мы сели все в одну машину и поехали. Саша Володина мы оставили, не переживайте. Я знаю, кто был. Он не поместился к нам. Вот, и мы все поехали дружно. И вы знаете, что я, ну, и начинается там, перед день за выездом кто-то заболел, у кого-то что-то случилось. Это только у нас тут. Все думают, может быть, не ехать, вообще не позориться. Андрюха, короче, заболел, там у него малыш. И он не может, такие, да мы без Андрея, как мы вообще сможем, стоит ли ехать. Я говорю, ну, мы же не концерт едем проводить, мы едем на конференцию. Поэтому ехать надо. Я говорю, не знаю, как вы, но я еду. Вот, и вы знаете, это было особенное время. Вот там было очень много ребят из Траздеса. И вы знаете, я переживала такое, то же самое, что и происходило на Траздесе. Бог так четко говорил на каждой проповеди, каждое слово было вот как вяблочко. То есть настолько точно, настолько нужно, настолько необходимое. Девочки делились свидетельствами. Настя вот из Бургаса. У нее такое сильное свидетельство, как она пришла к Богу. Она родилась в христианской семье, но это ни о чем не говорит. Она говорит, что я стала подростком, мне стало это неинтересно. И родители давили на меня, но мне не хотелось ходить в церковь. И я ушла в мир, и она начала жить, как вся молодежь. И она ждала, когда уже станет совершеннолетней, уедет вообще из города в другой город, чтобы просто ее родители не трогали, потому что они так наставляли ее так в истине. Но она не воспринимала это все. И когда она уехала, они просто приняли другую тактику. Они начали просто за нее молиться. и Дух Святой начал что-то производить в ее сердце. У нее, значит, появились страхи. Она стала видеть сны, что она умирает, что она идет в ад. Хотя она думала так, ну вот я когда состарюсь, тогда я покаюсь, ну и все нормально. Ну есть еще много времени, зачем мне тратить свою жизнь на это. Я буду жить так, как я хочу. Но в последнее время вот как-то все настойчивее, эти сны, то там обстоятельства какие-то происходили. И Бог ей давал людей. И в общем, все и пришло к тому, и как-то ее даже родители заставили принять водное крещение. Но так как она говорит, ну надо же вроде бы родителей слушаться. В общем, она говорит, я шла на это водное крещение, как на смерть. Меня заставили, я крестилась, и сразу вечером я пошла гулять и продолжать заниматься своими делами. Но, говорит, что-то внутри начало происходить. Обстоятельства начали складываться так, что я поняла, и мне начали говорить, что у тебя, возможно, не будет больше другого шанса. Возможно, не будет у тебя покаяться, если ты ночью умрешь во сне. И вот все-все складывалось к тому, что она покаялась, она настолько это внутри себя осознала и поняла, хотя она с детства, вот она воспитывалась в воскресной школе, ей это все нравилось, но именно она пережила Иисуса, пережила это покаяние именно внутри. Мы можем ходить в церковь, мы можем знать о Боге, но у нее не было этих личных отношений с Богом. И она подумала, что вот если она умрет и пойдет на небеса, она предстанет перед Иисусом, но она его не узнает, она не знает, кто он, но у него нет с ней отношения, она даже не говорит, я подумала, что я ему скажу, но я же с ним не общаюсь. И тогда она прям очень серьезно пережила вот это, и когда она молилась молитвой о покаянии, она поняла, что дороги назад нет, и что она это сделала осознанно, и она сейчас в прекрасных отношениях с Богом, вот уже прошло 10 лет, и она говорит, что для меня это плод того, какое решение я приняла. Вот, и это очень здорово. Очень было много слов. Один пастор говорил о том, что сейчас такое последнее время, и мы должны знать Слово Божье. Мы думаем, я говорю, Оля, дай телефон, Оля раз, открыла Библию, а если у нас исчезнет интернет, если у нас не будет телефонов, если у нас не будет связи, или человека, у которого мы можем спросить, а что там в этой Библии написано, и мы перестанем, перед какими-то обстоятельствами, когда нам нужно будет Слово Божие, ведь написано, что Слово Божие – это оружие, и когда придут какие-то атаки в нашу жизнь, какие-то проблемы, и мы, а, там где-то было написано что-то там, но я не помню, Библии онлайн нету, интернета нету, Андрюхи нету, никого рядом нету. Насколько мы знаем это Слово Божие, и меня это так коснулось, он говорит, вот, вот это, говорит Слово Божие, оно никогда не исчезнет, да, бумажное. Он говорит, возвращайтесь к источнику, начните читать снова Библию, да, начните ее выучивать наизусть эти места Писания, чтобы, если придет какая-то проблема, вы могли сказать, так говорит Господь, я не соглашаюсь с этими обстоятельствами, и я так прям снова так взбодрилась, действительно, я так привыкла к электронной Библии, что мне вот, я так буквально одно слово помню какое-то из всего стиха, и такая чик-чик-чик, и все, мне интернет, гугл выдает, все, я такая, все, я знаю так, так и так, а вот если реально не будет, да, когда, помните, даже когда Иисуса, Иисуса, дьявол искушал, он противостоял ему чем? Словом, он говорит, ибо так написано, да, и очень много было всего, наш пастор очень классное слово говорил, тоже, мне прям такое внутри, ну, Бог такой, он, знаете, он так аккуратно, нежно так обличает, научает, вот, и говорилось, тема конференции была о единстве, что у нас, у русских, у русскоговорящих есть очень сильное у нас единство, и я вот реально почувствовала, когда мы были все вместе на Трисдисе, вот это вот единство, когда мы служим друг другу, когда мы проводим вот вместе время, и каждый своим даром служит, прям, это вот концентрация чего-то такого, вот, знаете, происходит, такое вот, какая-то сила в этом есть, можно так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а вот когда мы все вместе, происходит какая-то концентрация духовная, и так вот все четко Бог говорит, я хочу попросить Пашу, куда ты бежишь, ко мне на сцену, смотри, недалеко не убегай, я хочу попросить Оксану, Аню, Ромчика выйти и немножко рассказать со своей стороны, то, что они переживали, то, что была для них эта поездка, а то я сейчас все расскажу. Всем привет, мне очень понравилась эта поездка. До поездки у меня было очень плохое настроение, и такое подавленное, вот, когда бывает такое состояние, когда валяешься в луже своих слез, ну, это бывает иногда, вот, и я не хотела ехать, но когда куда-то едешь, поездка вообще повышает настроение, и вообще там было круто, и мы все наполнились, и было необычно стоять во время прославления не на сцене, а быть в зале, и то, что очень круто, так можно наполниться. И еще, может быть, есть такое, как жертва, когда не хочется что-то делать, например, идти в церковь не хочется, и прославлять не хочется, ну, не хочется. И помню, когда-то давно, это не связано с этим, но у меня была температура, я пришла в церковь, конечно, сейчас температура в церковь нельзя ходить, но тогда было можно. И я пошла в церковь, и во время прославления, ну, мне было вообще плохо, но когда я закончила с прославлением, мне было так хорошо, и температура не вернулась. Вот, и что иногда, когда нам трудно, нужно просить Бога дать нам силы сделать то, что надо сделать, и даже если это трудно. И я передаю слово Ане. Спасибо. Всем привет. Вот, как Бог говорит, не надо готовиться или думать перед тем, как вы хотите говорить, поэтому мы с Оксаной не подумали. У меня тоже, как бы, день-два перед выездом началась вот эта вот паника, кипиш, дезорганизация какая-то. Кто-то не едет, кто-то там заболел. Вот, и у меня тоже было переживание такое, не знаю, наверное, у всех музыкантов такое, что когда ты играешь на каком-то инструменте, ты немного переживаешь. Ну, у меня лично так. Я думала, сейчас я туда поеду. Там молодежь из разных городов, наверняка будут крутые барабанщики. И я, короче, начала переживать. Потом Андрей говорит, я не еду. Я думаю, блин, ну вообще ковец. Без Андрея вообще не хочется. И, короче, я прям запаниковала. Я Людмиле пишу, типа говорю, Людмила, мне стыдно, я не хочу, если честно, ехать. Ну, все-таки я поехала. Утро отъезда тоже была такая нервная. Саша Володин, прости, я на тебя немного сорвалась. Вот, короче, все, мы там опоздали, выехали, в конечном счете, все прекрасно, доехали. И у нас была репетиция, мы начали играть, и ко мне начали подходить прям разные мальчики. Там, оказывается, очень много мальчиков мечтает играть на барабанах. И они, когда меня увидели, говорят, «Ты что, играешь на барабанах? У тебя свои палочки!» И они были в таком восторге. И оказалось, что в этой церкви тоже нет барабанчиков, и мне стало прям так стыдно, потому что Бог мне дал этот дар. Он мне, как бы, я сама здесь в церкви научилась, и мне стало стыдно, что я вот так пренебрегаю им, и что хотела подвести наше прославление. Поэтому, если Бог вам дает какие-то дары, то развивайте их, не стыдитесь, делайте только лучше. Оксана тоже, спасибо тебе большое, Оксана, для меня очень большая поддержка. Потому что она тоже наверняка переживает, но она мне говорит, блин, Аня, типа, что ты мне там сказала? Ну, что ты очень, как всегда, мудрое там сказала такое. Но она говорит, ты не сравнивай себя с другими, а сравнивай себя, как с тот результат, который ты сама сделала. Ну, и я такая, да-да-да, все. Короче, поехали. Все было очень круто. Вот одна из девочек, которая рассказывала свои свидетельства, это прям, она говорила, я говорю, блин, это мое свидетельство. Прям в точь-в-точь она повторяла мою историю. И это было так шокирующе. Была очень крутая молодежь, там мы увидели, что есть и другая молодежь. Не только мы такие отшельники. И это, конечно, поддерживает, когда ты видишь таких горячих, молодых людей, христиан. И вообще это очень круто, когда ты можешь поехать в другой город или в другую страну, и ты встречаешь людей, которые вот с таким же христианским менталитетом, где чувствуется вот эта божья атмосфера, от которой ты реально заряжаешься, и это прям вдохновляет. Вот, что еще я хотела сказать. Ну, пока, наверное, все. Всем привет. Каждый извлек из этой конференции свое. У меня за пару дней не было такого «не хочу ехать». Я сразу себе поставил, что я хочу ехать. Еще за неделю, когда мне сказали, что вот будет конференция, и я даже молился, чтобы она случилась, потому что хотелось. Я давно уже не был на таких конференциях. И когда вот вышла новость о том, что все на улице должны ходить в масках, я еще больше начал молиться, чтобы ничто не отменило эту конференцию. И слава Богу, мы на нее поехали. Но у меня было вот утром, вот очень правильно была здесь проповедь, что мы не должны слушать свою плоть. Как бы суббота, один-единственный день, когда можно отдохнуть, выспаться, а тут надо вставать там в 5.30-6 утра. И с утра было очень тяжело проснуться, очень хотелось полежать, а еще там надо было гладить вещи, потому что вечером было лень и вставать раньше. Но не послушал плоть, послушал дух, встал, приготовился, вышел и не пожалел. Вот это было очень полезное время. И дорога туда была, и обратно очень веселый. У нас очень веселая компания. И присутствие там тоже, как говорила Люда, пастыря слова, которые говорили проповеди, прям касались сердца, свидетельства. Вот для девочек их зацепило свидетельство девочек, что это им знакомое. Мне очень понравилось свидетельство одного парня, Лени. Он тоже мой коллега, видеооператор. Как он до четырех лет он не разговаривал. Хотя не был умственно отсталым, просто с ним никто не занимался. И вот у него отец бывший военный. Тут у меня вот переплетение, вот как с моей историей, что у меня тоже бывший военный отец. Но у нас очень разные в этом плане судьбы, то что с ним никто не занимался, никто не смотрел, и он как с рождения был предоставлен сам себе. Его там мама оставила. И в десять лет он чудесным образом попал в лагерь. У них там был пионерлагерь, и он туда попал. Старый пионерлагерь. И там организовывали лагерь. И там женщина вожатая, которая была, она их как бы воспитывала и с ними занималась по тому, как пишет Библия. Она вот читала Библию и рассказывала это детям. И она ему предложила остаться. На неделю он остался. Потом до конца лета и вот так он и остался там, скажем так, навсегда. И вот с десяти лет он в Боге чудесным образом. И сейчас смотришь на него, молодой, красивый, умный парень, как бы с ним общаешься. Очень много тем для разговоров. И когда он начал свидетельствовать, что он до четырех лет не разговаривал, как бы не поверишь. И слава Богу, что вот он сейчас с нами. И меня это прям очень, эта история сильно коснулась. И советую всем на конференции ходить. Это вообще супер. А еще там был вообще шикарный плов. Почему никто не вспомнил про плов? Это просто вишенка на торте всего. Ну, да, плов был классным. Да, пришлось даже нарушить свою диету, как бы пожертвовать собой и такого плова. Да, ну, из-за меня там Рома сказал, что нужно было отказываться от своей плоти, потому что все-таки суббота, надо было выезжать утром, но я немножечко так все-таки не устоял, наверное, в душе засиделся. Было холодно с утра, поэтому мы немного опоздали. Я пол кофе купил, так что, ну, чтобы расплатиться. Да, ну, было очень круто, как бы, увидеть другие христианы из стоких городов в Болгарии, потому что иногда, ну, бывает такое чувство, ну, когда мы здесь в одной варне сидим, как бы все так неизменно, как бы, ну, одни тяжелиться, видимость, иногда кажется, что будто мы здесь, как бы, одни изолированные, сейчас еще с этим коронавирусом. Поэтому, да, это был как такой свежий глоток воздуха, потому что там мы увидели, ну, я, во всяком случае, увидел в первый раз других, получается, пасторов других церквей, и молодежи из других церквей. Было очень интересно их послушать, их переживания, их истории. И, как бы, приятно осознавать, что мы тут не единственные в Болгарии русскоговорящие христиане, как бы невымирающие, видите, еще. Очень приятно, да. И, ну, да, было бы вот так же интересно в будущем с ними скоапелироваться, ну, так повеселиться, как-нибудь, да. Поэтому, да, очень хорошая была поездка, мне понравилось, да. Ну, все. Спасибо большое за ваши свидетельства, за ваши впечатления. Спасибо.